Другим темам в Алданском районе вышел на проектную мощность республиканский инвестиционный проект ГОК «Рябиновый». На участке горнообогатительного комбината компании «Селегдар» в эксплуатацию ввели золотоизвлекательную фабрику. Подробнее об этом далее. Новой вехой в истории золотодобывающей отрасли Алданского района стал ввод в эксплуатацию золотодобывающей фабрики на участке горнообогатительного комбината «Рябиновый» компании «Селегдар». Старт новым производственным мощностям дал глава республики Егор Борисов. Он отметил нелегкий труд золотодобытчиков и оценил их вклад не только в промышленности Якутии, но и в социальную сферу. Мы сегодня являемся свидетелями открытия такой золотоизвлекательной фабрики, которую на территории района давно-давно ждали. И эта фабрика появилась именно силами этого холдинга. Но с другой стороны они оплачивают свои налоги в республиканский бюджет, местный бюджет и соответственно оказывают поддержку Алданскому району, непосредственно Алдану и людям, которые здесь живут. Это очень важно и очень нужно. И я думаю, что такая политика будет дальше продолжаться. Мощность переработки новой фабрики составляет 1 миллион тонн руды в год. Это для Селегдара дополнительный прирост по золоту до 2 тонн. Впрочем, это не предел. Компания намерена наращивать производственные мощности в Якутии. В стратегических планах Селегдара строительство еще двух золотоизвлекательных фабрик, а также внедрение совершенно новых производств, сопутствующих добыче драгоценного металла. Здесь есть очередная программа под названием «Калевый полевой шпат». Ну, это будущее. Это вот с осени мы начнем эксперименты. И, ну, надеемся, что нам будет способствовать по-прежнему благоприятствовать удача и старательский фарт. После символического пуска золотоизвлекательной фабрики и яркой церемонии открытия с вручением государственных наград сотрудникам предприятия состоялась передача ключа от ЗИВ. Начальнику ГОКа Рябиновой Павлу Думаревскому его передал старейшина компании Анатолий Лабунь, который стоял у истоков создания артели Селегдар и успешно внедрил новые методы добычи золота в условиях Крайнего Севера. Руслан Павлов, Дмитрий Залимин, НВК САХА, Алдан.